Росстат решил усовершенствовать методы оценки финансового положения россиян, в частности, многодетных семей и пожилых. При измерении доходов население планируется учитывать активы разного рода, а также соцпомощь в натуральном виде. Некоторые эксперты связывают возможные нововведения с тем, что сегодняшний подход к оценке благосостояния граждан обнажает острую проблему – количество людей, живущих за чертой бедности. Так, по данным статистики, в Тверском регионе таковых насчитывается более 150 тысяч. Но то ли еще будет. Увеличивающаяся инфляция вкупе с ростом цен на основные товары ставит все большее количество россиян в финансовый тупик. Почему мы работаем, а в кошельке пусто? Таким вопросом задаются многие жители нашей страны. 39 498 рублей. Ровно столько составила среднемесячная заработная плата работников крупных, средних и малых предприятий и организаций Тверской области в июле 2021 года. При этом, как отмечают в Тверь-стате, это на 6% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Понятно, что эти данные, что называется, средняя температура по палате. Есть отрасли, где сотрудники получают меньше среднего значения. Есть, где больше. К примеру, к самым высокооплачиваемым сферам Тверстат отнес финансовую и страховую деятельности. На втором месте предприятия информации и связи. В стройке лидеров также есть предприятия по обеспечению электрической энергии, газом, паром, кондиционированием воздуха. Там зарплата 51 600 рублей, что 33% выше, опять же, среднеобластного показателя. Вместе с тем, как отмечают в статистическом ведомстве, несмотря на рост зарплат в целом по региону и в отдельных отраслях в частности, говорить о том, что растут и так называемые реальные доходы граждан нельзя. Виной всему пресловутая инфляция, повышение общего уровня цен на товары и услуги. Именно она как бы съедает то повышение уровня заработной платы. Да, оплата труда может расти, но растут и цены на продовольствие, бытовую химию, рестораны, билеты в кино. Овсяные хлопья и те подорожали, не говоря уже о гречке и других продуктах. Из-за снижения урожая овса цена хлопьев для геркулесовой каши, которые покупают почти половина россиян, бьет рекорды. Уже два месяца один килограмм стоит в магазинах больше 80 рублей. При этом в Минсельхозе отмечают, что дефицита овса нет. В Турской области за последний месяц заметнее всего подорожали свинина, фарш, полукопченая и вареная колбаса. И если человек с зарплатой равной или близкой по значению к среднему показателю, обозначенному Тверстатом в без малого 40 тысяч, возможно и не обратит внимания на эти и другие повышения цен, то для граждан с доходом куда меньше инфляция в 6%, наблюдаемая с начала года, может стать, что называется, фатальной. А ведь многие сегодня имеют доход, который едва ли дотягивает дом-род. И это факт. Возможно, именно поэтому Росстат решил усовершенствовать методы оценки финансового положения россиян. В частности, при измерении доходов населения планируется учитывать активы разного рода, а также соцпомощь в натуральном виде. Учет дополнительного дохода в виде социальных трансфертов и углубленная оценка структуры доходов – стандартная практика для современной статистики. Например, в Нидерландах доходом считается использование рабочего транспортного средства вне рабочего времени. Кроме того, появляются новые формы заработка. Например, доход от криптовалюты, пишет РБК. Впрочем, до Нидерландов рядовому тверетянину, конечно, особого дела нет. Он озабочен, как говорится, хлебом насущным. И этот хлеб пока дорого ему обходится, как и другие покупки. Как отмечает экономист, заведующая кафедрой государственного управления ТВГУ Галина Лопушинская, сегодняшний среднестатистический горожанин старается экономить на многом, даже на мелочах. Меньше народа стало брать на выходе пакеты для того, чтобы упаковать продукты. Все больше лезут в сумочку или в карман и достают какую-нибудь тряпочную авоську, тряпочный мешочек, потому что начинают считать неэффективные расходы. Обратите внимание, сколько народу стало ходить в магазины со списочком. А вот о приближающейся стагфляции, о которой не так давно начал писать ряд федеральных СМИ, Галина Лопушинская призывает не думать. Макроэкономические термины иногда могут запутать рядовых горожан, не давая ответы на ключевые вопросы о том, почему падают доходы или растут цены. Тем не менее, экономисты призывают задуматься о поиске дополнительных источников заработка. В частности, речь может идти, например, об инвестициях. В данном случае, конечно же, это акцент на то, чтобы население пыталось расширить перечень источников своих доходов. Словом, пока в сложных финансовых условиях рассчитывать призывают специалисты следует в первую очередь на себя. Разумная экономия, откладывание финансов на черный день, поиски дополнительных источников занятости. Эти простейшие методы помогут вам, во-первых, более спокойно управлять своими финансами прямо сейчас, а во-вторых, позволят с большей уверенностью смотреть в завтрашний день.